Дрэгон Лорд Дрэгон Лорд Лорд Ну там вот эта сцена игры fåttилку. Всё вот, я же говорил, что очень трудный такой период. Евгений vur какое-то время с вами был Jim 有 Toutes он их тратил и не знал что снимать то есть фильм не то что на коленке сценарий вообще бы сценариям просто выдумал боевую сцену снимал и поэтому эти боевые сцены в гениально в этом фильме и лучше чем любом другом фильме я считаю вас троллим и не считаю что он на самом деле нравится цитата которые вы привели только так и могут сохранить веру в человечество ну я мастер поцельнее конечно ай-яй-яй тогда он нельзя было делать ну как надо было драться счет счет 4 3 удара так хорошо шло жалко есть 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 главное набрать на руках если наберу на руках все окей молодой мастер шедевр несколько лордский шедевр а ян мастера просто хорошие дагон лорд именно шедевр в плане боевых сцен сколько последняя драка идет 15 минут 20 а драгон лорд 15 но драгон лорд на более творчески поставленного что он абсолютно не умеет драться то есть не надо про набор сцен говорить это абсолютно полноценное авторское кино чисто кино в чистом виде но и по июле да вам париками даже не амбаре вроде мельницы какой то потому что друг друг друга с сказали скидывать но вот я отвлекся на молодого мастера и не смогу вернуться собачьи друг друга скидывают и еще с этим чуваком который основатель хапкидо который дерется с ним в конце в драгон лорд и ян мастере можно посмотреть хапкидо фильм где он дерется с анджелой мэй и сама самым фунга и и обязательно посмотрите с ним тело ну за иголом я забыл нас от сан чун режиссера дело-то на орла в конце разрывается гениальный фильм настоящий художественный фильм очень творческий очень сильный сюжет великолепно лучше последний кадр вообще в старике я бы драгон лорд поставил выше всего остального творчества джеки сена именно потому что это самый джеки сеновский фильм вообще эво его киллбилл если хотите киллбилл мне не очень понравится сейчас я бы его убил в прошлый раз если бы не проклятый джеки сена ну да фрэнк миллер конечно но кстати 30 300 по моему но лучше его комикс пока не 2 лучший комикс после ну дарк на я дарик на это ретурнс ретурнс в тачке ума не сошел и первые синь сити 300 и 3х андред и дарк на это ретурнс нормальный комикс по крайней мере я их могу читать без проблем отличие от ронина и прочих Продолжение, снесите и прочего. Kingsman, я смотрел... Мне сказали, что фильм весь снят ради одной из сцены. Показали, какой именно. Сцена боя в церкви очень крутая. А в фильме я не смотрел, я терпеть не могу мыть его на режиссера. И он полное говно, считай, снимает, на мой взгляд. Но сцена в церкви крутая очень. Вообще гениальная просто. Как можно сравнивать Юри Роуд и 300? И голые мужики кривляются на фоне зеленого экрана и... Фильм, извините, лучшего экшн-режиссера всех ребенок можно. Но если не понимать киноязыка и смотреть только ради его образа, то можно, наверное, сравнивать. Сам-то делит вообще явление настолько разного порядка, что это не смешно. Три Роуд, конечно, тоже не шедевр. Это очень хорошее ганровое кино, но так как его давно очень не снимали, поэтому он вызывает всех. Нет, 300 — это не аттракцион населения. Это полуголые мужики на фоне зеленого экрана, не очень умелые, отображающие лучшие моменты из боевых фильмов Питера Джексона, где они деланы гораздо лучше. Те же бои с лорком нет. Так, давайте я убью его все-таки. А вот тролль просто, тролль, 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 тролль. Нет, не каждый видит то, что хочется, если эффективные коктейли оценки кино и по ним сравнивать мидера с снайдером просто страшно. Некоторые видят кино то, что хотят, некоторые видят кино-кино. Счет. Ох, и. Четыре удара. Есть. Надо на руках набрать, видно. Есть полная жизнь. Так, она в него допрыгнула или нет, я не понял. Но в любом случае мы его допьем. Он не запрыгнул, кстати. Он ее и убил. Сейчас главное на собаках не погибнуть. Главное на собаках не погибнуть. Щет. Головину потерял. Куда-то бить-то его надо же все-таки. ну даже это и даже не клик тайм ивент это все мы зацепились правил поменялись совершенно другая играет аркада теперь она вас тянуть вниз а 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 я сдохну о а да вот сейчас кишки по полетят я видел до подвесил и отобрал а в эти калксов эйтс и последняя драка была нелепая очень я ничего не делал все равно выиграл а а а все не успел откатиться Продолжение следует... на заранее отходил примерно же знаешь который или влево или вправо то есть два раза с одной руки не бьет просто более крупный план такого размера маски как от этой уходить пока переказываться по земле она точно сейчас выучим но в арсенале так как и совсем нет совершенно незачем помутыпляться а нет а вот эти у него серединка стала видна сейчас скоро потрошение начнется вот она не успел найти не успел играть играть может какая печенькая как-то не прокатило теперь я из него душу вынимаю кому вархи ирюста узма и не вынул дима не ритмично нажимал не достаточно ритмично не наградил я там не видел не очень люблю классический годзилл периоды императора шоу а так что у меня это современная хрень какие-то хорошо Не, да, имеется в виду Годзилла, которая американская, японскую-то я не смотрел. Гарри Теванс. Так, ну давайте, наверное, на этом закончим. Во-первых, стрим довольно в печальном качестве упадет в YouTube, что жалко. В следующий раз я постараюсь всё-таки в HD постримить. Если будут проблемы, я опять понижу такого качества. То есть бой с Аидом мы зарегистрировали. Следующий вторник продолжим. А завтра у нас... То есть у Коли с Колей Херстоун. Да, которого на восьмой эпизод скинули. Который снял... Нет, погодите, нет, не Гарри Теванс. Я путаю, да, его. Гарри Теванс... На Двёрдные войны кинули чувака, который снял Лупера. Лупера снял Гарри Теванс. А Годзиллу тогда кто снял? Или Годзилла снял, Гарри Теванс. Эванс, а Лупера другой чувак. Лупер тоже говно порядочное. По крайней мере, с точки зрения сюжета. Как кино-то много интересного. Сюжет тут настолько нелепая хрень, когда... Отличный... Да, Коля еще на Дейкаталу не подписывался, но он будет... Он будет стримить. Да, то есть когда... Более или менее... Ну, я не удивлен, что вам нравится Лупер, как и 300 Аспартанс. Потому что это настолько идиотский фильм. Настолько не испытывающий ни малейшее уважение к интеллекту зрителя. И просто это... Когда в нормальную историю путешественников во время еще приплетают телекинез. Непонятно зачем, который абсолютно мне нужен. А Коля отказался. Дай-ка, там он стримить. Тяжкая лучшая стримера. Так, ну мы зарегистрировали убийство Аида в этом стриме. В втором. И через неделю пойдем дальше. Да, я пока почитаю чат. Как зовут чувака, который снял Годзилу, который снимает... Если не ошибаюсь, он снимает Рок-1. Потому что чувак, который снял Лупера, он снимает восьмой эпизод, правильно? А вам спасибо, да. Да. За участие. Очень интересно. Познавательно. Не знал, что есть люди, которым нравится и Нолан, и Снайдер, и Лупер. Да, окей, я не всерьез. Каждаясь права на свое мнение, конечно же. Гарри Эдвардс. Он поставил еще лучшую серию Breaking Bad, наверное, единственная серия Breaking Bad, которая мне по-настоящему нравится, кроме пилота. Промуху Fly. Гениально поставленная. Нет, вы извините, да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, в эфире. Не просто. Я не люблю зоку Снайдера, и меня легко им протроллить. Гарри Тедвардс снял Годзилу. А кто снял Лупера? Я могу погуглить, конечно, неспортивно. Он снял монстров, которые... Гарри Тедвардс это вообще рейд, да. Как их отличить? Гарри Тедвардса и Гарри Тедвардса. Может, это все-таки Дина тоже режиссер? То в Индонезе снимает там боевички, то про монстров снимает его. Где он там снял? Ну, Брик, да. Брик мне тоже не нравится. Райан, как его зовут? Райан Джонсон. Абсолютно точно. Райан Джонсон. И Райан Джонсон снимает 8-й эпизод «Двездных войн», как я понимаю. А Гарри Тедвардс не Эванс Эдвардс. Да, Коля, ты путаешь, Лупер и Джампер. Снимает Рог Ван или фильм про Ханасова. Одно из двух. В общем, они сейчас все на «Двездных войнах». И 9-й эпизод снимает Треворо, который снял очень хороший «Джурасик Ворлд». И фильм, который я не видел, но до осени терпеть не могу. Это Safety Note Garantid. Рог Ван он снимается, правильно. То есть, третисортный режиссер снимает третисортный спин-офф «Двездных войн» с третисортными героями, с третисортными актерами. Не знаю, кто пойдет на Рог Ван и зачем. Что-то с удовольствием идти на фильм про третистепенных персонажей вселенной. Нет, «Джурасик Ворлд» — отличный фильм с очень крепким сценарием, великолепными персонажами, остроумными, профессионально написанными диалогами. И как они этого мегалодона готовят, готовят, готовят. Да, Safety Note Garantid — это как праймер, только, как я понимаю, мелодрама. То есть, не драма, а именно что. Мелодрама там абсолютно жутко сопливая. Но я все-таки как-нибудь соберусь и либо прочитаю сценарий, либо посмотрю ее. Потому что Тревору, как режиссер, мне очень понравился. И как его напарник-сценарист, которым они сделали Safety Note Garantid, и «Джурасик Ворлд» мне очень понравился как сценарист. То есть, как они обыграли тему развода, оригинального парка юрского периода. Такого великолепного героя сделали из Претта, который ведет себя к настоящей дрессировке, и диких животных. Ну, чем он тираннозавр-то? Мегалодон, простите. Он крутой. Я так надеялся. Ну, ребята, ребята, используйте мегалодон, используйте мегалодон, используйте мегал... А-а-а, он его съел! И я аплодировал вдали. И великолепная героиня Брайс Даллас Хавард, причем не только сыгранная, но и написано, когда она спрашивает, спрашивает, сколько лет вашим племянникам, она обычкой показывает, один такого роста, а другой чуть-чуть кажется повыше. А, на встречке он гарантирует? Ну, праймер видели? Праймер гениальнейший фильм вообще. Лучший фильм про путешествия во времени, то есть тоже енди, там за 5000 долларов снят. Шейн Корут или Корутор. Он Корутор. Не, очень крутая героиня, очень крутая актриса, желко-мало снимает. Мне очень понравился Jurassic World. Ну, ладно, давайте, наверное, закругляю потихоньку стрим. Завтра, наверное, мы Лару добьем после того, как Коля и Коля... Дети хорошие, смешные разговоры там между ними. И вообще, что тема развода очень хорошо подана. То есть, что младший мальчик знает, что папа с мамой разводится, а старший не... Мне понравилось. И... Завтра, наверное, будем Лару стримить после Харстоуна, и тогда можем еще о кино поговорить. Да, дети хорошие. Ну, если там не надо потом собирать все эти иероглифы после ноги, там же еще все полушария целая. Если бюджет у них кончился, и они поленились делать дальше, то мы их завтра добьем. А все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok